Дом гвоздь. Этот неологизм, появившийся в Китае, обозначает те строения, чьи владельцы начисто перечеркивают планы застройщиков, отказываясь переселяться, несмотря на самые щедрые предложения. Ну вот нравится мне здесь жить и плевать я хотела на ваши задумки. Так в том же Китае стоят дома, внутри четырехполосные автомагистрали, в Японии в центре аэропорта расположена ферма, а в американском Сиэтле маленький домик оказался внутри огромного торгового центра. А все потому, что его 84-летняя хозяйка не продала его из-за миллион долларов. Правда, после ее смерти выяснилось, что дома она завещала инженеру стройки, с которым в итоге сдружилась. И теперь в здании расположен музей. Такая милая анекдотичная история. В Самаре, безусловно, есть случаи, когда люди отказываются съезжать из чистого упрямства или жадности. Известна история, когда владелец частного дома запросил у застройщика 45 миллионов рублей, не получил их и теперь благополучно проживает среди новостроек. Но все же зачастую жители не расстаются со своим жильем, потому что либо предложение из тех, что невозможно не отказаться, какая-нибудь аварийная коммуналка на краю географии, либо и вовсе никаких вариантов нет. Сегодня я хочу рассказать историю двух частных домов, что еще 8 лет назад оказались в эпицентре стройки. Директоров обеих фирм на пятилетку отправили в тюрьму. Один кинул дольщиков, другой партнера, мухлевал как раз на расселение. И вот только сейчас, когда все эти уголовные страсти позади, перед людьми, наконец, забрежила перспектива новоселья. Было больше воды, откачали воду. Вот так мы ходим за водой, так выходим, мусор выбрасываем. Здесь, на улице Московской, без резиновых сапог никуда, особенно в этот дождливый май. На часах 11 утра, а уже четвертая машина откачивает гигантскую лужу, затопившую деревянный дом. Утопающие тоже заняты своим спасением. Роет траншеи, строит дамбы. Куда же деваться? Соображаешь, когда идет вода, чтобы от нее избавиться. Вот видите, какой ручеек? Хорошо идет. Через несколько минут снова будет ровно. А сушить лужу до конца не удастся, говорят соседки Татьяны и Натальи. Сыро здесь даже в жару. Зимой вокруг дома на потеху местной детворе образуется каток. Все остальное время непролазное болото. Все, тянем. Вот наш ручок. Дальше уже идти нельзя. Болотный, натуральный болотный. Камыш растет. Откуда камыш может быть? Только на болоте. Вот это осок, а вся эта болотная трава. Вот они, вот головастики. Скоро лягушата будут. Вот они, родные. Уток надо запускать. Утки любят это. Венеция. 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 Помойщина. Вокруг дома Венеция. Во дворе гринпинская трясина. Невесело шутят жители. Давайте. Вода проникла и внутрь помещения. Здесь тоже гон. Осторожно. Здесь уже дверь не откроется, потому что все село бочком. Тоже осторожнее наступайте. Вот они все полы вздулись. Все. Что толку? Мы их лет, года четыре назад новые положили. Вот эти. А толку никакого. Вот она. Вот вода доходит до сюда. Сейчас откачали. Вот вода до сих пор стоит. Без комментариев, как говорится. Все видно своими глазами. В затопленной комнате, которую от убрушения спасают лишь деревянные подпорки, хранят вещи. Сами ютятся на кухне. Деревянный дом 37-го года постройки всегда стоял в низине. Но 8 лет назад, когда по соседству началось строительство многоэтажки, и вовсе оказался на дне своеобразной чаши. Теперь сюда стекают все грунтовые воды. Вот по эту ступеньку, по эту ступеньку вода была. Вот этих сапог не хватало. Я не могла выйти ни за клей, ни за чем. Не живут. Выплывают здесь две семьи. Винокуровы и Бардины. Их соседи, застройщик фирмы Риэлсервис, давно расселил. Но затем последовал уголовный скандал. Один из партнеров, Андрей Киселев, загремел в тюрьму. Запланированное строительство остановилось, и люди оказались за бортом. Об утопающем доме в район администрации знают, регулярно присылают машины для откачки воды. И пока идут переговоры с застройщиком, предлагают переезд в маневренный фонд. Но люди категорически отказываются. Человек вообще должен жить в нормальных условиях, чтобы было комфортно и безопасно его проживание. Естественно, я не могу их поддержать. Если мы во время жилья пойдем, мы будем там жить пожизненно? Боимся, представься, боимся. А что? Махло, страх и риск. Здесь вот что разгружать начинают. Здесь уже трясти начинает. Начинает эта вибрация земли. Он нет, он же ничего не чувствует. А та была. Полугодовалый Амур еще не понимает. А вот его мать, Овчарка, пока была жива, всегда беспокоилась, если на стройке начинались работы. Дом ветерана труда Николая Тетяпова буквально в нескольких сотнях метров от утопающих соседей. Но здесь другая беда. Практически сейсмоопасная зона. Тр-р-р-р-р-р-р. Трещет. Как тумбочка начинает трещать, и глядь, да? Тумбочка. Тр-р-р. Я сматываю монатки. Это у меня уже сигнал. Датчик стоит. Сюда захожу спать. Все, четыре стенки. Потолок обвалится, может, немножко задержат хоть стенки. Вот, пожалуйста. Вот. Идет снизу и доверху. И вдоль. Вдоль всего дома. Как на мине живут. Бывает, дверь заклинивает так, что самостоятельно открыть ее невозможно, рассказывает пенсионер. А зимой по ночам дом остывает до 12 градусов. Что удивляться, если некогда крепкое строение насквозь избороздили трещины. Вот она, трещина, пожалуйста. Руку можно просунуть. И вот трещина основного дома идет. Ну, в общем, разваливается дом. Сейчас, конечно, 80 лет. Что я могу сделать? Ничего не могу. Богатый я, конечно, богатый. 50 лет в стажу. Могу продать, кого нету. За полвека работы на заводе у Николая Титяпового была не раз возможность получить квартиру, но он неизменно отказывался. А зачем? У него уже есть дом. Пусть молодые получают. У меня здесь фруктовый сад был. Огород был хороший. Все, все, абсолютно все убрали. Все. Дядь Коль, мы даем тебе квартиру. Разрешите нам копать. Практически разбомбили дом. Практически разбомбили. Да, и оставили меня между небом и землей. На краю пропасти 80-летний ветеран оказался по милости генерального директора ЗАО «Проспект Инвестроя» Владислава Ленского-Богомолова. Именно он первым начал осваивать площадку на Тухачевского-10, но затем попал в тюрьму, оставив у разрытого котлована и дольщиков, и деда. Все обещанные дворцы, вспоминает Николай Андреевич, на деле оказывались хижинами. Говорит, дядь Коль, ты не беспокойся, мы тебе дадим, мы тебе все сделаем. Повезли меня осмотреть квартиру. Повезли под Южный мост к дому, где дом был треснутый с первого по последний этаж. Дом треснутый вот здесь. Я отказался. Повезли в другое место. Там не оказалось ни дверей, ни рам. Этот дом был превращен в туалет. В конце 2013 года площадку Ленского-Богомолова передали другой фирме, промбезопасность. К Новому году бизнесмены планируют получить разрешение на строительство на том самом месте, где сейчас стоит дом Тетяпова. Но пока переговоры между застройщиком и ветераном зашли в тупик. Вот он какую нам квартиру показывает во вторичном жилье, пожалуйста, в любом районе мы эту квартиру ему покупаем. Вот так вот. То есть мы общались, я говорю, неоднократно с ним, и прокуратура он выходил. То есть мы готовы ему хоть вот завтра купить эту квартиру. А если, допустим, смотреть такой вариант вот в этом доме, квартиру дедушки, невозможно это? Ну, если он готов ждать сдачи дома 16-го года, это 16-й год будет сдачи этого дома, готов он ждать, значит, готов ему здесь предоставить квартиру. Мы ему предложили где-то там до 50 квадратных метров. Нет, мне, говорит, не надо, я, говорит, не уеду отсюда. Ну, почему он не уедет, я не знаю. Предлагали мне где-то 18, в общем, 30 квадратных метров, по-моему, комнату. Ну, представляете, на 6 человек, куда я там запичкаю, я отказался. У Николая Тетяпова в доме прописаны дети и внуки, но его логика, что же я их без крыши над головой оставлю, застройщику чужда. По утопающему дому тоже сегодня идут непростые переговоры. Сергей Боярцев, соучредитель фирмы Риэлсервис, уверяет, что не собирается умывать руки. Теперь, когда балласт в виде проворовавшегося партнера сброшен, он готов приступить к расселению и застройке. Главное, получить все необходимые документы в департаменте строительства. Но жители радостную новость восприняли с недоверием. Здравствуйте. Здравствуйте. Идемте пообщаемся. А толку-то общаться с вами. Как толку. Ждем, ждем. Вот нам сделали болото. С удобством нам сделали. Я вам рассказал, что завтра расселю вас. Я вам сказал, к сентябрю. Я в любом случае, если даю обязательства, тем более перед прессой, плюс к тому же, я же буду подписывать документы. Я же не на словах буду делать, а на документы буду подписываться. Я сегодня еду в департамент в три часа. Если они подтверждают строительство, то до сентября я обязуюсь, что первый дом будет кого расселять. Это именно ваш дом. Дай бог, дай бог. Я вот сказал до сентября. А мы привыкли ждать. Я вам готов свой телефон дать. Звоните. Серьезно. До сентября я сказал, что решу. Я вам надоем. А я у Ирины Владимировны. Для этого и дам. У Ирины Владимировны. Чтобы вы мне надоедали, для того, чтобы я не забывался. Впрочем, и здесь вряд ли переговоры пройдут гладко. Винокурова мать и сын согласны на однушку. И с ними, наверное, будет просто. А вот на площади их соседей прописаны шесть человек. И Сергей Боярцев, когда узнает об этом, честно предупреждает. Благотворительностью заниматься он не собирается. Единственное одно, сразу говорю. Каких-то дворцов никто обещать не будет. Площадь Куйбышева никто обещать не будет. Конечно, не будем загонять их в Елшанку куда-то. Но и с другой стороны, районы Беземянки, они будут все рассматриваться. Район, который здесь проживает. Зачастую у переселенцев нет всех необходимых документов. В лучшем случае они являются собственниками лишь части недвижимости. Тот же ветеран труда Николай Тетяпов владеет лишь третью дома. Это с одной стороны. С другой – желание застройщика сэкономить. Плюс пробел в законодательстве. Все это и порождает конфликты, говорит Алексей Ульянин, эксперт в сфере оценки имущества. На его памяти в Самаре только один застройщик, понимая, что время и деньги, расселял людей с щедростью мецената. В майсе свои вот эти хотелки, они выполнялись. Но зато человек быстро расселил квартал, а жители считают, что их права нарушены. Зачастую они действительно нарушаются и застройщики злоупотребляют. А где-то и сами собственники помещений хотят, что называется, отжать у застройщика побольше и занимаются так называемым потребительским терроризмом. Такие ситуации тоже, к сожалению, бывают. И нужно понимать, что здесь не должно быть решения вопроса в пользу одних, в ущерб другим. Проблема, как мне кажется, она может быть решена в правом поле посредством судебного разбирательства. И уже в суде нужно выяснять, кто что хочет и насколько эти запросы адекватны. Существует независимая экспертиза, существует оценка. Оценка того имущества, которое есть. Оценка тех пожеланий, которые сформулированы. Суд это время и деньги не всегда тот результат, на который рассчитывают. Вот лично я надеюсь, что застройщикам и жителям удастся договориться миром. Найти все-таки разумный компромисс. И следующая моя встреча с героями этой передачи пройдет уже в формате новоселья. Буду следить за темой. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин